Перспективы хлебопекарной отрасли и ценовую политику на продукты питания обсуждали сегодня на одном из чуваксарских заводов. Предприятие с рабочим визитом посетил глава Чуаши. Какие задачи стоят перед производителями? Подробности у Дмитрия Ковалева. Источник питания для человека – это хлеб. Вот и все. А у другого я не признаю, например. Кроме вот этого хлеба с смешанной валки, подового, лучше ничего нет для нормального питания для человека. На правах гостеприимной хозяйки руководитель комбината Елена Бадаева первым делом пригласила продегустировать новинки. Работники завода – виртуозы пекарного дела. Здесь начали выпускать хлеб и батоны с ягодами, сухофруктами, хмелем и топинамбуром. Заказываем порошок, посыпают. Специально люди выращивают в Краснодарском крае. Я сама пробовала, уже неделю питаюсь. Для меня, отлично, для кишечника прекрасное питание. Новые сорта пока экзотика и только начинают свой путь на прилавки магазинов. Большим спросом сейчас пользуются баранки. Эту продукцию поставляют и за пределы региона. На голодный желудок в эти цеха лучше не приходить. Аромат свежего хлеба неповторим. Многое зависит от того, каким способом работники завода готовят тесто. Мы на опарах работаем. По старому методу. А завод построен по прогрессивному методу. Безопарный способ. И если рецепты заготовки теста остаются неизменными, то технологии прогрессируют. В прошлом году цеха завода модернизировали. Вот эта линия механизированная. Тут человеческих рук вообще нету. Кроме как на укладке. На прилавке сразу из печи. За сутки на заводе производят более 40 тонн продукции. Нашей съемочной группе глава республики признался, что предпочитает только сорта черного хлеба. Все мечтают такое же сделать. Ни у кого не получается. А это потому, что технологи это сделали. Сверху такое никто не сможет сделать. Это корочка. Сама корочка. Видите, она миллиметр, наверное, сама корочка. Это же надо с любовью все делать и душу укладывать. Мы покупали, с семьей такой хлеб и покупаем. Еле такой хлеб едет. Спасибо вам большое. Пользу такого хлеба доказывают медики. Михаил Игнатьев отметил, что молодежи необходимо прививать культуру питания. Самые полезные микроэлементы это только черный хлеб. Мы другом продукте просто не найдем. Низкий вам поклон и всем труженицам. Вы настоящие патриоты. Я сейчас вижу, тесто даже нигде не прилипает без муки, без ничего. Это же технология. Одна из самых обсуждаемых тем – стабилизация цен на хлеб. Его стоимость напрямую зависит от поставщиков зерна. Сегодня пшеница третьего класса стоит примерно 13 500 рублей. Цены высокие. В основном из-за большого спроса. Сельхознаборопроизводителям нужны цены выше на пшеницу. В то же время населению, горожанам и так далее нужно, чтобы на полках хлеб стоил дешевле. Мы все это понимаем и максимально делаем для того, чтобы этот баланс сохранить. Цены на муку сегодня в Приложском федеральном округе по ценам на муку Чувашия занимает второе место. То есть у нас дешевле после Татарстана. Сейчас отмечают в Минсельхозе в республике цены на ходовые сорта хлеба одни из самых низких. Чтобы не допустить большого роста стоимости продукта, мухомолам оказывают поддержку. Для того, чтобы уменьшить себестоимость муки, сегодня принято решение с республиканского бюджета субсидировать процентные ставки Чувашихлевого продукта. Они взяли 100 миллионов рублей в кредит. Но кредитный портфель в целом у них еще больше. Из госрезерва они выкупили пшеницу третьего класса. И по прогнозам в ближайшее время цельники на хлеб не вырастут, отмечают эксперты. Производители могут рассчитывать и на субсидии фонда развития промышленности. Нам важно что? Создать рабочие места для самореализации молодежи. Для того, чтобы те товары, те продукты питания, которые еще, может быть, не на таком уровне и не такого ассортимента, чтобы появлялись. Вот сегодня тоже посмотрели, можно сказать, простыми словами, диетические продукты питания в данном хлебозаводе, которые очень полезны с точки зрения медицины для организма человека. В условиях конкуренции на первый план выходит качество продуктов и приемлемые цены. Соблюсти этот баланс – приоритетная задача. Дмитрий Ковалев и Павел Редков. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова